МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Лето нынешнего года оказалось жарким не только по температурным показателям синоптиков. Молдова оказалась в центре внимания европарламентариев. Они приняли резолюцию, в которой потребовали от Еврокомиссии приостановить выделение макрофинансовой помощи Молдове. В Страсбурге посчитали, что Молдова никогда за последние годы не была в таком плохом положении и решили по-своему помочь. В парламентской ассамблее ОБСЕ финальная сессия, которая завершилась 11 июля в Берлине, тоже приняла декларацию, в которой содержатся требования, включенные, кстати, по инициативе молдавской делегации, вывести российские войска из Приднестровья и приступить к трансформации миротворческой операции. Консессууса в итоге не получилось. Российская делегация отказалась поддержать итоговые документы, а затем вовсе покинула заседание в знак протеста. Молдавские власти, тем не менее, такой результат назвали большим успехом. Вишенкой на торте можно назвать назначение вице-премьера правительства Российской Федерации Дмитрия Козака специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Указ подписал президент России Владимир Путин. Чем станет лето 2018 года в истории современной Молдовы? Что изменилось в геополитическом пространстве? Что можно прогнозировать и какие выводы строить? Об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в студии глава представительства информационного агентства ИТАР ТАС в Молдове Валерий Демидецкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот на ваш взгляд, можем ли мы уже этим летом стать свидетелями каких-либо геополитических подвижек или достаточно заметных изменений в геополитическом пространстве в окружении Молдовы? И вот смотрите, буквально на этой неделе самолет американского президента Трампа делает большой круг над Европой. Встреча с лидерами стран НАТО, затем встреча с премьер-министром Великобритании. Одновременно, ну не знаю, то ли шутки, то ли рекомендации, что премьером Великобритании мог быть Джонсон. Человек, в общем-то, наверное, близкий по духу к американскому президенту Дональду Трампа. Наверное, не только цветом волос. Следует ли ждать чего-то кардинального? А ведь ощущение напряжения от ожидания итогов встреч в Хельсинки, встречи Трампа и Путина, ну, как мне кажется, довольно высоки. Ведь не зря такое давление на американского президента, что он в этом диалоге между Западом и Востоком, и Россией, слабое звено Трамп. Даже такие вот есть в социальных сетях и статьях достаточно сильных, известных агентств материалы. Ваше мнение относительно вот этих ожиданий? Стоит ли ждать? Я не жду каких-то кардинальных перемен, потому что, в отличие от многих тех, кто говорит, что сейчас сегодня мы находимся накануне конца света, я так не считаю. Я считаю, что отношения между Россией, США, между Европой и США вернулись на круги свои. То есть иначе их быть не могло, потому что и у России есть свои интересы, и у американцев есть свои интересы, и у европейцев есть свои интересы, и у китайцев есть свои интересы. Все будут эти интересы соблюдать. Когда-то эти интересы будут иногда сходиться. И тогда они будут находить какой-то общий консенсус. И слава богу, что этот консенсус будут находить не на полях сражений, а за столом переговоров. Вот здесь можно чего-то ожидать. Поэтому ничего такого катастрофического не происходит. Я тоже считаю, что когда у нас многие коллеги говорят, что мы чуть ли не Россия, Америка на грани чуть ли не Карибского кризиса, да бросьте, ерунда. Все это дело, все вернулось в нормальные круги свои. То есть взаимоотношения между серьезными большими игроками, которые обладают и экономическим весом большим, и ядерным оружием, и другими вещами. И лучше бы, конечно, для нас, для маленьких стран, чтобы они эти вопросы решали за столом переговоров. И чтобы почаще их точки зрения как бы сближались на мировые проблемы, в том числе и на наши. Что касается нас, Приднестровья, то я хочу сказать, у нас действительно есть Приднестровская проблема нерешенная, которая мучает нас много лет, и без которой немыслимо построение молдавского государства, прочного, крепкого, да, то, что нам обещали, когда на площади, и что, к сожалению, за 25, за четверть века не сбылось. Вот без этого решения проблемы невозможно. Это нас волнует. Может ли быть найдено решение в ближайшем обозримом будущем? Тоже большой вопрос, потому что большие игроки, они не решают эти проблемы по мелочи, да, вот невозможно. Так, чтобы Трамп и Путин встретились именно по Приднестровью. А что на поверхности лежат такие вопросы? Нет, 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 там у них огромная папка, я думаю, что там вопросов 50-70, из которых наш молдавский может на 70-м месте, понимаете? Вот, но в конце концов они должны продемонстрировать миру что-то, да, что они умеют договариваться и так далее. И вот здесь у нас есть небольшой фавор, потому что наша проблема не настолько болезненна, насколько проблема болезненна сирийская, украинская, даже в Грузии, где уже провозглашены, так сказать, республики. У нас пока, к сожалению, вернее, к радости нашей Приднестровье не признано, да, и можно решать эту проблему именно в наших интересах, чтобы Приднестровье могло стать с основной частью Молдавии, но с статусом, не позволяющим с ними сыграть какую-нибудь плохую шутку, ну, как это случилось с Северской Краиной и другими, или с Северной Осетией, с Южной Осетией и так далее. Вот, поэтому здесь не исключено, что могут быть достигнуты какие-то договоренности, да, почему бы и нет. Вот, я обращусь к тому, что и говорил бывший президент Воронин, и о чем часто очень говорит Игорь Николаевич Дадон, да, о том, что действительно мы должны добиться того, чтобы наш нейтралитет, да, был, по примеру, Австрии и других государств, которые, так сказать, успешно развились и прошли этот сложный период, был признан всемирно, то есть должны были быть дать гарантии крупных игроков на то, чтобы, так сказать, это будет вот так, да, что мы останемся нейтральным государством, государством, не обремененным военными расходами, не обремененным расколом страны, не обремененным этим противоречиями и научимся жить вместе. Дай Бог, чтобы так бы случилось. Дай Бог. Ну, раз мы уже перешли на эту тему, вот 15 лет назад, казалось, мы были где-то на пороге решения. Миллиметры, как говорил Козак или Козак, я не знаю, как по-разному его называют. В России Козак, у нас чаще фамилию называют Козак, но вот 15 лет назад он прилетел именно благодаря, опять же, инициативе молдавской страны. Насколько мне известно, тогдашний президент Воронин обратился к президенту Российской Федерации Путина, прислать ему такого переговорщика для того, чтобы, в общем-то, вывести из тупика ситуацию, которая возникла в Приднестровье. Тогда, насколько мне было известно, уже Кишинев и Террасполь, ну, настолько разошлись в видении того, как им сосуществовать, что действительно нужен был такой третейский судья. И вот буквально на этой неделе подписан указ, да, буквально вчера подписан указ президентом Российской Федерации в передаче, я так понимаю, там, Приднестровского досье, передаче полномочий Рогозина, опять же, Дмитрия Николаевича Козаку. И в Молдове, как бы, наверное, вот медийное сообщество, экспертное сообщество зашевелилось, начало, ну, в общем-то, выдавать какие-либо идеи, волнения, ожидания, тревоги. Есть такое дело. Да, тем не менее, ну, вот в ваш взгляд, это виток одного и того же процесса, или, может быть, это, ну, не знаю, для российской стороны возможность передать этот процесс человеку знакомому с повесткой дня, знакомому с процессами? Ну, назовите мне человека в Кремле более, так сказать, знакомого с особенностями национальной охоты или национальной молдавской политики, да? Да, особенно после 2003 года, я думаю. Да, 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 да. Господин Гозак погрузился в нее, так сказать, по уши. И все прочувствовал, так сказать, на своей шкуре, да? Уже специалиста, который лучше знает эту проблему Приднестровскую, я думаю, что там и не сыскать, он хорошо знает, действительно. И, несмотря на то, что его назвали по торгово-экономическим отношениям, все мы прекрасно понимаем, что будет заниматься он политикой. И на повестке дня будет два вопроса. Улучшение российско-молдавских отношений, которые, как и наш президент, говорит о том, что они на небывалом низком уровне, благодаря усилиям, так сказать. Нынешней власти. Ну, скажем, нынешней власти, там, как бы, можно сказать, что многие постарались. Вот. И из вне, и изнутри. Вот. И, конечно, Приднестровский вопрос. Думаю, что вот появление Козака связано и с тем, что вот возможно какие-то, так сказать, движения в Приднестровском вопросе. Он тоже сегодня осложнился. Вокруг него такая закручивается тоже интрига. Вы видите, на международном уровне наша правительство старается вовсю, так сказать, проявить себя накануне выборов, да? Вот я упомянул как раз резолюцию ОБСЕ. Да, да, да. Все резолюции, да, все прочее. Мы куда только не жалуемся. Все мы понимаем, и правительство признает, что это носит более такой, так сказать, ритуальный характер, ритуальных таких песен, вот. Но, тем не менее, это делается. Делается это в прибывных целях, для того, чтобы, так сказать, застолбить какое-то свое место на правом фланге и так далее. Но я думаю, что делается, наверное, в основном не в интересах страны, потому что, вы сами понимаете, как на это реагирует в Тирасполе, как на это реагирует Россия. И история с мемориадом Козыка очень показательна в этом смысле. Почему? Так уж получилось, что я был, так сказать, совершенно случайно, как бы оказался на встрече двух людей, которые писали этот мемориадом Козыка, начинали его писать. Ведь где-то вранье, что документ привез откуда-то Козык и так далее. Идея федерализации, как бы и идея второго, ну, давайте скажем, что мемориадом Козыка был вторым после мемориадом Примакова, известно, который заложил основы, то, что Молдова целостное государство, и Приднестровье — это основная часть Молдовы. Это было подписано в 1997 году. Вторая часть предполагалась уже выяснить, как эти две части будут существовать в едином государстве. И, конечно, проработки эти шли. Шли, и был известный документ ОБСЕ, где говорилось продолжение ОБСЕ по федерализации. Это еще до меморандума Козыка. А потом, действительно, Владимир Николаевич Воронин, как вы сказали, он попросил Владимира Владимировича Путина прислать сюда Козыка. Почему это случилось? Потому что была история 2001 года, когда Владимир Николаевич Воронин хотел с таким коварлийским наскоком поменять Смирнова на своего человека, Тому Зеновича. После этого они разругались в дрызг. Это было очень выгодно Приднестровье, потому что, ну вот видите, мысли о ней вот такие-сякие. Невозможно договариваться. Все жалуются в свой обком. И все очень хорошо при этом существуют. Владимир Николаевич искренне, он искренне хотел решения Приднестровской проблемы, поэтому он попросил Путина прислать Козыка. Козыка прислали. И действительно, документ начинали писать два человека. И так получилось, что вот это их первая встреча оказалась моим прождецом. Чисто случайно. Оба мои приятели. Это глава МИД тогда Приднестровья Валерия Лицкай, с которым я знаком еще с университетских регионов. И Март Качук, который, так сказать, был политическим советником Владимира Николаевича Воронина. Я уже с их разрешения могу рассказать эту историю, потому что меня, когда я слушал их, о чем они говорили, меня больше всего интересовало, а как будет осуществляться общественная поддержка этого проекта. Ведь все проекты, заметьте, вот американцы, они молодцы. Войну в Ираке, они могут убить миллионы людей, разорить кучу стран, но при этом поймаете любого дурика из гражданского общества, и он четко ответит. Они хотели там процветания и демократии. Почему получилось? Бои с химическим оружием, по маховатой пробирочке. И журналисты-то не пускали, раз бомбили и все прочее. И при этом, понимаете, все будут утверждать, ну, хотели демократии и процветания, но не получилось. Понимаете, вот там сейчас вот война, людям режут головы, миллионы людей погибли, миллионы беженцев, но не получилось. И так много-много раз в десятках стран почему-то. Но тем не менее, все будут говорить, хотели добра и все такое прочее. Вот тогда, я считаю, одна из больших причин, почему случилась эта история с Мираном Козаком, потому что он очень быстро готовился. И в основном два человека, Лицка и Ткачук, они тогда договорились о том, что они не будут много людей привлекать к этому проекту по той простой причине, что если, знаете, как говорят, два юриста, три мнения, а когда соберешь больше двух юристов, это грозит утонуть во всех болоте согласований, вопросов, каждый будет на себя тянуть отделы и все. То есть нужно было документ подготовить в кратчайшие сроки. Потом подключились к нему и Шовов участвовал, и с того берега Днестрали люди участвовали. Потом подключился покойный Вадим Николаевич Мишин, когда нужно было придать конституционный блеск и так далее. То есть работа была над этим очень скоротечна, но Козак, который, как бы, по сути, не участвовал в этой работе, он не писал этого документа, он просто приезжал, брал документ, ехал к Смирнову и говорил, подпишите. Ехал к Воронину и говорил, вы согласны? Да, парафир. И документ был парафирован. Хотя я скажу вам, что Смирнов восторга по поводу этого документа не испытывал. И, честно говоря, подписывал все это дело со скрипом. И, так сказать, он не скрывал, что он ему не выгоден. То есть Принестору ему был не выгоден, больше выгоден нам. И потом произошло то, что случилось. Несколько минут, когда уже было все, так сказать, готово. Были подготовлены ожидания. Да, да, уже ожидания. Ну, Козак об этом сказал, что я прилетаю в 9 часов, идет тренировка президентского оркестра, встреча. Тем более, что именно молдавская сторона настояла на том, чтобы документ подписывался здесь. Никакого для кого сейчас не секрет. Что его предлагалось подписать в Бендерах. Потому что было предложение, может быть, давайте в Санкт-Петербург или куда-нибудь прилетите, там подпишите и дальше. И тем более, это был протокол намерения. То есть, это не было соглашения, договора и так далее. Это был просто протокол намерения, который там было указано. В случае отказа одной из сторон, он уже как бы терял юридическую силу. И можно было не следовать всему. Случилось то, что случилось. Сейчас уже по прошествии, так сказать, многих лет, все утверждают, что, в принципе, Владимир Николаевич Воронин уступил давлению Запада. Я согласен с этой версией по той простой причине, что Западу действительно не было выгодно. Опасались российского военного присутствия. Россияне тоже, так сказать, на мой взгляд, допустили ошибки именно вот в этом общественном сопровождении. Потому что я говорю, что... То есть, оно могло бы предотвратить... Понимаете, я вам расскажу. Вот я был первым человеком, который беседовал с Козаком на утро. Я позвонил послу Зубакова и попросил для ТАСС интервью Козака. И он сказал, приходи в посольство. Он как раз вот сейчас уже как бы вышел на работу. Он еще улетал в этот день, значит, и говорит, можешь поговорить с ним. Я шел по улице, где жгли, помнишь, митинги, демонстрации и так далее. Флаги, портреты. Да, да, и все кричали, что Козак притащил нам какой-то документ. Мы не хотим, Россия не хотим, это не хотим, это не хотим. Хотя я шел и с горечью думал, что вот знаете, люди не понимают, против чего они протестуют, кто писал этот документ, зачем писал документ. То есть, это был такой вал, знаете, вот как бы не разобравшись, все были против, да. Ну, что сделать? Вот тогда у меня воспитывал горечь, что действительно не было должной, серьезной общественной поддержки, да, этого документа в обществе. То есть, никто не понимал, что действительно этот документ мог объединить страну. Вот, мы тогда страшно, многие переживали, что там задерживаются на десятилетие, или два десятилетия российские миротворцы в Приднестрове. Ну, вот пошло 15 лет, и что? Вопрос решился. И у этого меморандума тоже были определенные сроки, я помню. Нет, нет, но в принципе, да, можно было, там много вариантов, но я говорю, что большую опасность он нес, как выяснилось, для западных партнеров Молдовы, да. То есть, они не хотели уступать российскому присутствию здесь, знаете, как бы, то есть, оставлять здесь какое-то военное российское присутствие. Хотя, честно говоря, тогда надежды были и у Москвы, я так понимаю, почему были надежды у Москвы, потому что, если вы помните, да, сейчас многие, как бы, обвиняют Путина в том, что он, как бы, такую жесткую позицию с Западом занимает и так далее. Но мы помним великолепно, что он был первым, кто позвонил Бушу 11 сентября и предложил помощь, это было очень важно, потому что ядерная держава, и в Вашингтоне, если ты знаешь, вот сейчас документальный фильм, и все снято по 11 сентября, там была полная суматоха, там никто не знал, что кто делает, все потерялись, да, истребители посылали в одну сторону, здесь в это время, эти террористы рушили, Буш сидел, и был похож на двоечника в этом классе, где он сидел там при посещении, когда ему нашептали, что-то случилось, не могли найти того, то есть была полная прострация, и в этой прострации у ядерной державы могло возникнуть что угодно, и слава Богу, что Путин позвонил, сказал, слушайте, я с вами, я вас поддерживаю и так далее, мы к этому не имеем никакого отношения, потому что, знаете, могло всякое случиться, как в этом знаменитом фильме про Терминатора, да, когда он нанесет первый удар. И поэтому это важно, чтобы ядерные державы, конечно, поддерживали такой контакт, вот не более сейчас ядерная держава-то развелась-то побольше, чем раньше две, сложнее это все. И тогда, значит, когда Путин предложил Бушу помощь, да, он действительно не оказал, об этом мало кто знает. Американцы планировали военную операцию наземную в Афганистане, но она у них не получилась бы, и там все были против, потому что очень большие проблемы были, да, и тогда, извините меня, эту наземную операцию провели таджики и узбеки, генерал Дустум и Ахмад Шахмасуд, а кто их вооружил, кто им помог и так далее, да, и благодаря чему был взят контроль над Кабулом и над большинством территорий сначала, сейчас они ничего там не контролируют толком, кроме центра Кабула, а тогда он действительно был против талибов, население было настроено, и многие пуштуны даже выступили против талибов и так далее. И тогда Россия оказала большую помощь в Соединенных Штатах Америки вот именно в ситуации, в искоренении режима террористического и вот там на ближнем, как бы в Афганистане. Вот, но, к сожалению, потом все эти, что есть, то есть. Населена нету, те сами же американцы, мне кажется. Нет, 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 просто, вы знаете, когда-то в 90-м году я попал на лекцию посла Добрынина, который 40 лет был послом США, и он сказал одну фразу, которая запомнила свою жизнь. Если вы о чем-то договорились с американцами не на бумаге и без гарантов, считайте, что вас уже обманули. То есть американцы, они, не надо их обвинять ни в чем, я их никогда не обвиняю, это великая страна, которая четко знает и бледет свои интересы. Если вы малейшим где-то зевнули, да, и что-то у вас проскочило, да, вот, все, считайте, они вас там уже сделают, понимаете? То есть они, как бы, для них это не бывает. То есть Путин теперь понимает, с ними надо договариваться четко, с позиции, вот когда у тебя есть действительно позиция, а когда у тебя нет, извините меня, что выставить на переговорах, с ними договариваться бесполезно, понимаете? Они с Советским Союзом начали договариваться при Брежневе, тогда, когда у Брежнева появилась триада ядерная, и они поняли, что серьезные люди, с которыми надо иметь дело, надо иметь дело, а иначе они с вами дело иметь не будут, если вы ничего не стоите, как и с другими странами. Вот посмотрите сейчас, да, это даже на Европе сказывается. Вот поэтому я говорю, что тогда вот многие были вот такие недочеты, но это была такая романтика, знаете, и у нас, и может быть даже где-то в России ранний Путин, вот, считалось, что вот как бы можно будет с американцами договориться. Но удар был нанесен, так сказать, мы все знаем, почему, как, что, кто зашел, почему, это проскакивало потом в разговорах не для прессы, у всех, понимаете? Самое интересное, что Вадим Николаевич Мишин, даже расскажу, мы готовили фильм, который, к сожалению, не сняли, ни по своей, так сказать, ни по нашей вине, не удалось его завершить, работая над ними, там было снято большое интервью с Козаком. Кстати, Станислав, вы его показывали, когда на другом канале работали, с Мишиным, да, да. Вот, и тогда Вадим Николаевич Мишин тогда покойный, он рассказывал одну историю в камеру, а когда в приватных разговорах он честно рассказывал другую историю, вот как раз ту историю, когда он вышел из партии уже, и рассказал, у него были развязанные руки, он был не стеснен этими партийными обязательствами, ну, мы все понимаем, да, что нельзя было наносить удар в спину партии, но тогда он вышел и рассказал, что действительно, как это все было, да. И там и Козак говорит в том интервью, да, я думаю, что где-то она есть, может быть, его как-нибудь достать, еще раз показать. Мы досняли полное интервью с Козаком, и он рассказывал, как это все было, как это все происходило. И Мишин тогда сказал, приватство это было, да, он сказал, что вот то, что сказал Козак, это правда. Да, а там совершенно было не то, не те версии, а версии было сколько, вы помните, да, и то, не так, и это, не то, и там фидерализация не устраивала, и сроки войс нахождения. Ребят, а зачем это было парафировать документы, понимаете? И Владимир Николаевич, он не случайно так переживал по поводу этого меморандума, по той простой причине он понимал, что вот эта история с меморандумом во многом, и, конечно, ослабила его. Почему ослабило его? Он оказался, у нас очень многие политики не понимают одной вещи, когда ты, как бы, находишься, у тебя ограниченный ресурс, да, ты выгравляешь в маленькую страну, да, и она еще оказалась на вот этом перепуте, да, вот как бы на разломе, да, очень важно в политике иметь два весла, понимаете? Иметь возможность, как бы, подгребать лево, право, маневр, да, что если на вас будут давить отсюда, можно туда. И вот, когда у тебя ломается одно весло, да, и ты становишься нерукопожатным в одном конце, у тебя, конечно, очень сильно осложняется ситуация, по той простой причине, что маневра-то нет, понимаете? Ясно, они понимают, туда ты уже не пойдешь, да? Значит, можно тебя давить, как на переговорах, да, то есть у тебя нет маржи до сбрасывания цены и так далее. То есть он оказался, да, в очень такой сложной ситуации, он понимал, что с Москвой у него большие проблемы, и доверия того, которое у него было до этого, нет. Ну и, в принципе, как бы, я считаю, что это и урок для многих наших политиков. Политик с маленькой стороны, как я уже говорил, кажется, в вашей студии должен проводить не только умную, а мудрую политику. Потому что умность, может быть, выкарабкается с одной ситуации, с второй, с третьей, но это как бы есть лимит. А мудрый в нее не попадет, в эту ситуацию. Вот, поэтому, конечно, нам надо проявлять мудрость и желательно в играх с сильными мира всего не лукавить по мелочи, понимаете. Потому что зачастую это для маленьких стран заканчивается очень плохо. У них намного больше возможностей, да, сыграть. Миллиард туда, миллиард отсюда. Война там, война здесь. Это для них не катастрофично. Для маленькой страны это вопрос существования. Для нас это может иметь фатальный исход, понимаете. Поэтому мы должны, конечно, быть очень и очень осторожными в этих играх, да, геополитических. Ну, конечно, у нас есть, существует такая опасность, на мой взгляд. Мы привыкли к этими геополитическими играми раскалывать наш электорат накануне выборов. Мы говорим, опять погнали наши, вот эти про-российские, эти про-европейские, эти про-румынские, эти про-преднестровские и так далее. Поделили всяких избирателей, опять там вернулись в парламент. Наши политики любят эту игру, да, которая, конечно, очень сильно раскалывает наше общество, вот, но в этой игре есть опасности. Когда-нибудь можно, знаете, вот как в этой… Заиграться. Нет, в старой истории про мальчика, который разыгрывал село, и Серебря Пастушев кричал, волки, 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 в один раз. Волки действительно прибежали, он прокричал, но никто не пришел. Вот, так и у нас может случиться, когда можно перейти эту грань, так сказать, опасности. Ну, вот смотрите, в 2003 году, я так понимаю, что именно молдавская сторона стала таким слабым звеном вот в цепи этого решения, возможного решения. И на протяжении последующих 15 лет мы особо не наблюдали каких-либо инициатив, связанных на сближение двух берегов Днестра, на то, чтобы… Ну, я не имею… Я исключаю последние годы, буквально последние два года, когда президент Молдова Игорь Дадонс провел встречу с лидером Приднестровского региона, проходили встречи, проходили какие… Ну, были какие-то… Ну, обозначались, наверное, какие-то общие точки для диалога, но, во всяком случае, он уже состоялся, и это демонстрировало возможность. Но до этого, на протяжении всего времени, этого не происходило. То есть, по причине чего? Слабости политической воли, по причине того, что, может быть, сам Приднестровский конфликт или вот эта ситуация, сложившаяся в Молдове, выгодна Кишиневскому политическому эстетическому эстетическому? Всем выгодна. Всем выгодна. Но в данной ситуации страдает сама Молдова, потому что… В 2005 году парламент Молдовы принимает… Помните историю, да? Закон, да. И принимает закон о Приднестровье, не посоветовавшись ни с Приднестровьем, ни с Россией. Ну, не надо быть семипядей… О специальном статусе. Семя, семипядей во лбу, что это, конечно, игра была вот на, так сказать, ставка на повышение, да, и это приведет к раздраю. Почему? Потому что у Приднестровцев появляется Средневекозырь. Они с нами даже разговаривать не хотят. О чем здесь говорить, да? И что они делают? У Приднестровцев был свой ответ. Да, да. Они тут же отвечают, через год проводят референдум, да, где, так сказать, голосует население у них там, ну, скажем так, за независимость от Молдовы. Теперь, для того, чтобы преодолеть вот это, да, парламент Молдовы должен отменить тот закон, да, потому что Приднестровцы говорят, о чем говорить? Вот политическая корзина. А Приднестровцы провести получать новый референдум? А Приднестровцы говорят, подождите, любой президент, который садится за стол переговора и начинает говорить о статусе Приднестровья, он приезжает туда, ему могут надеть наручники, сказать, ты преступник, да, вот есть воля народа, конституция, есть референдум, и там всегда найдутся оппозиционные политические силы, которые смогут, извините меня, использовать и объявить ему импичмент, посадить и так далее, и так далее, за нарушение конституции. То же самое и с нашими здесь, да, скажут, подождите, закон же у вас есть, ребята, вы как это, против закона, принятого парламента, вы сначала поменяете, а потом. То есть, таким образом, переговоры были заведены в тупик. В чьих интересах? Что? На левом, на правом берегу не знали, что это заведет в тупик? Да прекрасно знали. Значит, что? Было выгодно. А почему выгодно? Да потому что политический класс, как на левом, так и на правом берегу, прекрасно живет в этом, так сказать, раздрае. Понимаете? Можно всегда показать пальцем. Вы знаете, вот есть русские танки, а с другой стороны танки НАТО. И сказать, ребята, давайте это самое, то, о чем сейчас печется Трамп. Да заколебались мы уже, извините меня, вас финансировать. Да, давайте сами оплачивайте НАТО. Аппетиты у вас растут, бюрократический аппарат растет. Слава богу, воровать вы научились. Что показал миллиард, да, а мы должны вот в эту вашу вот, эту кухню, да, вот финансировать, да. В один прекрасный день им это все надоест. Понимаете? Потому что сегодня есть мировой кризис, который разразился в конце вот 2008-2009 год. И он никуда не делся. Это все наивные разговоры о том, что все нормально, все пошло ничего, огромный этот долг и так далее. А раньше для этого был прекрасный механизм существовал. Развязывали мировую войну, какой там борщ, когда такие дела на кухне, население, вылупив глаза, работало бесплатно. И все это списывалось, все такое прочее, и разруливалось, да. Новый передел рынков, все про... А сейчас как ты эту войну развяжешь мировую? Есть ядерные державы, извините, это может закончить. А что делать? Да, вот можно, конечно, локальные конфликты развязывать, и там кровь спускать. Но от этого, как видите, экономика мыльных финансовых пузырей, она не преобразовалась. Этот пузырь висит, понимаете, который надули и накачали, за счет которого живут, так сказать, два десятка развитых стран, а все остальные ковыряются в помойке, понимаете? К сожалению, мы больше приближаемся к тому краю, который не живет за счет финансового мыльного пузыря. Поэтому, извините меня, есть вот эта ситуация, да, и как-то ее надо разруливать, да, и сказать, что вот мы сегодня можем надеяться, что все так и дальше будет, да, и нам будут бросать деньги и слева, и справа, и с востока, и с запада, только за то, что мы будем играть этот спектакль «Танки НАТО», «Танки Путина». Ну, это недальновидно, надо заниматься страной, надо что-то делать для того, чтобы что-то изобрести здесь, а так, просто, знаете, вот даже вот эта история с прекращением макрофинансирования. Да, тоже знаковая история. Ну, вспомним историю с Ворониным, да, когда он обошелся несколько лет без... Да, могут сказать, что вот, вы знаете, там был экономический подъем, цены на нефть выросли, в России было там и прочее, но ради бога, а кто мешал нам, зачем нам надо было вообще, я до сих пор не могу понять, зачем надо было отдавать в 2005 году винный рынок, 60% держали винного рынка в России, сотни миллионов долларов зарабатывали. Зачем надо было отдавать друзьям-европейцам этот рынок, да, которые, да, пришли к удовольствию русские, кстати. Почему? Потому что россияне поняли после Мирану Козыка, что с нами нечего договариваться, мы будем все время бегать в Брюсселе и Вашингтоне, исправшись разрешения. Так зачем надо иметь дело с Кишинем, когда можно напрямую договориться, минуя Кишинем с Брюсселем, с теми, кто заказывает музыку, да. Вот они и пустили на свой рынок тех, да, и завязались с ними, ничего так не сближает, как торговля. А мы этот рынок потеряли, пообещали населению кучу всего, я сейчас сегодня смотрел речь Яценюка в 2013 году, когда скинули Януковича. Было обещано, и цены на газ вдвое, электроэнергию вдвое, и зарплаты в стоке, и так далее, и так далее, и так далее. А получилось все наоборот. — Сами бы украинцы это вспомнили. — Да, не, ну, вы знаете, с ними сейчас сложно разговаривать, потому что есть такая проблема, я тоже говорю коллегам, что не надо спорить сейчас с людьми, почему, потому что их болит, это понятно, им больно. Это то же самое, что вы знаете, вот вы идете, а человек пилит сук, на котором сидит, да, вы им говорите, ты сейчас упадешь, да, вот, ну, хорошо, он упал, да, и ты вместо того, чтобы вызвать неотложку, помочь, утешить его там, наложить шину, ты начинаешь, ты дурак, зачем ты пилил сук, на котором сидел, и так далее. Он, конечно, воспримет это, знаете, как оскорбление, и так далее, и сделаешь ему более больно. То есть на этот период нужно просто пережить. Вот то, что они сделали, ну, сделали, уже сделали, понимаете. Я думаю, что они тоже прекрасно понимали, какую рискованную игру они играют, вот это, раскалывая эту страну. Ну, там, это длительный разговор, я бы не хотел его затевать здесь, в студии, но нам, у нас есть блестящая возможность, так сказать, не наступить на эти грабли. На эти грабли. Ну, правда, история независимой Молдовы иногда демонстрирует то, что мы какие-то чемпионы бываем по граблям. Какие-то чемпионы бываем, если бы был чемпионат мира по граблям, мы там были бы, может быть, даже в фаворитах, потому что вот всякий раз, да, вот, а что у нас обещали, когда вот о соглашении с инстанцией? Я помню прекрасно эти видеоролики, которые крутили практически все каналы, за исключением, может быть, одного-двух, когда говорилось о том, что, ну, персонажи этих роликов рассуждают о том, а что нам это даст? Он говорит, а не будет коррупции, наши товары будут беспрепятственно въезжать на рынки Евросоюза, мы заживем лучше. И вот показывают простых, ну, образ персонажей, простых людей, которые, если на него все это верят. И никто не спросил, в отличие от меморандума Коза, а кто это писал, этот документ? Дайте нам его почитать, эти 900 страничек. А вы знаете, это очень утомительный труд, потому что я уверен, что если даже собрать всех молдавских юристов, им понадобились бы месяцы, чтобы разобраться в 900-х страницах текста, почему, где может быть какая-то маленькая ссылка и так далее. Это очень серьезный процесс, понимаете, вот, ну, я уже не представляю. Ну, смотрите, подмахивали, не глядя, огромный документ, вергнули нас практически в какую-то пучину. Ну, смотрите, по истечении вот четырех лет, вот недавно же отмечалась, как раз, годовщина подписания этого документа. На мой взгляд, так это, знаете, как бы такая заметка в газете в черной рамочке, знаете, вы помните, в советское время часто, например, ну, ушел на, так сказать, в мир иной такой-то, такой-то гражданин знаменитый. И вот здесь мне показалось, что, да, подписав это, мы себе обеспечили такую вот, наверное. Нет, Санислав, вы знаете, что еще интересно? Вот сейчас многие телевизорители нас смотрят, да, и они говорят, ну, вот, дескать, они антиевропейцы. Только идиот может выступать против сотрудничества в Соединенной Америке, в которых есть много чему научиться, это великая страна. Или европейскими странами, да, но в конце концов, если ты говоришь, вот попробуй скажи, знаете, соглашение ассоциации нанесло вред. Ты антиевропеец, ты вот прорусский, ты там с козаком или не знаю с кем, этот вот идиотизм, он меня убивает. Знаете, почему? Можно себе выстрелить в голову, но главное, чтобы это было европейское поле, понимаете? Ну, нельзя же так, не в интересах страны, на страну надо любить. И надо понимать великолепно, что что-то интересное предлагают европейцы, что-то интересное предлагают американцы, что-то интересное предлагают россияне, да. В конце концов, нужно работать со всеми, да, и в своих интересах, блюдя при этом свой интерес. У нас же, вот я говорю, что население разделили, я сегодня комсомолка позвонила, попросила прокомментировать козы, я читал потом комментарии. Ну, конечно, вот смотрите, кто писал меморандум? Мишин, Лицкай, Ткачук, Шова. Это что, коренные? На что мне хотелось спросить, ребята, а вы не можете себе спросить, задать вопрос? А куча правительств, которые были за последние 25 лет, и где преобладали так называемые коренные? А вообще я не понимаю, а почему мы с тобой не коренные? Мы здесь родились, выросли и так далее. Мы не коренные, то есть у нас никаких прав нет, мы что здесь, абортрит взращиваем, да? Но самое интересное, да, никогда не задавали вопрос, а к чему, вот почему получилось так, что когда, как говорит Михаил Тедорович Гимпу, была советская оккупация у нас, был такой ВВП, и промышленность 50 раз выросла за 20 лет, а сейчас за 25 лет мы упали ниже 89-го года, да, составляем там такой процент какой-то от 89-го года, и спрашивается, за что? За вот эти вот, так сказать, распевания европейские песни и заклинания, что ли, это не европейская интеграция, то, что у нас сейчас происходит, это просто оболванивание людей, понимаете, надо четко отвечать на вопросы, понимаете, потому что люди не понимают, да, люди не понимают сущности происходящих, что страна превращается в колонию, и об этом даже говорит человек, который когда-то выходил, выводил митинги Народного фронта, да, и выступал против России, Юрий Рожко, да, но он четко говорит, смотрите, что происходит. У нас сегодня уже фактически, когда я своим братьям говорю, да, которые очень тяжело работают, они имеют сады, вырастили и так далее, намучились, я говорю, что ребята вас просто задавят, раздавят и заставят все это продать, они, конечно, они не верят, понимаете, но сегодня приходят новости, да, там же вырубают персиковые сады, там же люди отчаялись и плюнули, вот другой мы, так сказать, близкий родственник, он продал как бы все эти сады и плюнул на все и поехал в Соединенные Америки работать автотехником. Почему? Человек, который всю жизнь трудился, который с 19 лет зарабатывал тысячи долларов, рублей, ездил на заработки и так далее, трудяга, настоящий такой вот, знаете, сильный, крепкий, трудолюбивый молдаванин, вынужден был уехать куда-то там, винтик какие-то гайки, да, а не заниматься тем хозяйством, которое огромное он создал, у него там 40 гектаров садов и так далее, и так далее. Почему? Как это происходит, да? Это что, европейская интеграция, ради этого люди стояли на площади и плакали, и вязали рушники, и калачи подносили, и так далее. Мы еще увидим следующую часть морализованского балета, когда мы вдруг выясним, что, кажется, как в многих некоторых странах, нам уже ничего не принадлежит, да? А мы все наемные рабочие, собственно, страна. О том, что мы колония, это уже, наверное, знаете, настолько неискрываемый такой тренд, ведь буквально не так давно пресса обратила внимание, обратила на то, как, например, на пресс-конференции премьер-министр Павел Филипп, а вот впоследствии потом и наш спикер Андриан Канту говорили о том, что да, вот нам звонят и говорят, нужно сделать то, то он говорит, ну подождите, я взял ручку, сейчас скажу, что конкретно? Говорите, я готов. Нет, самое интересное. Признание первых лиц государства в том, что они управляемы... Телефонным правом, понимаете, что можно позвонить премьеру и сказать, так, в течение двух дней у вас есть время, отмени решение суда. Раньше хоть прилетали, так, в аэропорт, там, приземлялись, а сейчас просто позвонили и... Мне когда-то один молдавский очень большой, очень большой чиновник, не хочу говорить фамилии, он говорит, ты знаешь, мы, в принципе, были не против Советского Союза, нам просто надоело, что вот из Москвы иногда прислали прокурора, понимаете? А было за что взять? Да, да, да. А сейчас даже не посылают, стоит поднять трубку и сказать, да, что надо делать. И вот смотришь... Иначе твои счета у нас. Да, 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 и смотришь на эти кульбиты наших бедных чиновников молдавских, да, вот как бы, как они стараются услужить новому обкому, да, для того, чтобы, так сказать, не быть как в другой стране. Ну, вот посмотрите, что на Украине. Вот я говорю, что я был поражен, когда я увидел, как, ну, был приглашен Байден, да, он прилетел, вот вице-президент США, конечно, США великая держава, но вице-президент, там такая должность, как бы, мало кто знает. Он только может заместить президента, как был случай с историей с Кеннеди, да, когда его убили, тогда вступил в должность прямо в самолете Линон Джонсон. Вот. Но тогда, говорю, он прилетел, его посадили во главе стола, правительство, да, они сели все вокруг, и вот, ну, ну, вы знаете, вот такого я больше не видел ни в одной стране. Взяли ручки, бумажки, говорили. И начали записывать, понимаете. Вот это вот, вот это меня удивляет. Я очень, я, если люди так боятся, так сказать, зарубежных чиновников, да, то у меня возникают большие сомнения, что они действуют в интересах многострадального молдавского народа, потому что 25 лет этот народ, все становится беднее, 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 а ему все больше и рассказывают, и рассказывают, и рассказывают о грядущем поколении. Но человек так устроен, правда, это так. Любит сказки. Ну да, Хрущев когда-то обещал коммунизм, следующее поколение, да, а сейчас многие люди, которые ехали за рубеж, они живут с несчастной, с той надеждой, что их детей чаша сия минет, да, и их дети не будут так тяжело жить, не будут вынуждены уехать за рубеж, бросить здесь свои родители, детей и так далее, и так тяжело трудиться, да, то есть, как бы, они, станут этим, как бы, для них платформой какой-то, да. По сути, для нашей страны это страшная тема, разделенные семьи, и многие родители, уже приезжая сюда, приезжают на могилы своих детей. Да, но и очень сложная система, знаете, меня до сих пор удивляет, а почему наши инженеры человеческих душ, я помню, прекрасные статьи были такие в начале перестройки, которые взбудоражили наше общество, заставили людей думать, да, вот и вон друтся, помните, земля, вода и знаки припинания, где он говорил о, так сказать, о тех проблемах, которые были в молдавском обществе, да, но сейчас такое впечатление, что вот наши инженеры человеческих душ, как воды в рот набрали, знаете, в стране трагедия, да, и это редкий там, может быть, фильм «Жереги» там, или еще кого-то, вот они отразили эту трагедию, а это страшная трагедия, в селах, да, где семьи без детей, а дети как растут, как полынь, понимаете, как бурьян, мы сегодня ужасаемся, вон, сегодня, да, возле правительства шесть наркоманов лежат спокойно, нанюхались, да, и где такое было видно, да, или вот эти массовые убийства, да, детские, да, или выстрелы и так далее, мы приехали, да, мы вырастили, растим поколения, которые, как говорят, берегом не знают. И что-то подсказывает, что мы еще дна не достигли, смотрите, в нынешней политике ввергли Молдову вот такой вот процесс, который идет широко по Восточной Европе, а именно борьба вот со всем русским, мы вдруг отказались от закона, признали устаревшим его закон о языках, для функционирования языков в Молдове, закон 89-го года признан устаревшим, но не может быть этот документ сам по себе единственным документом, на него ведь ссылается, опирается и другие законодательные акты, вот вырвав этот корень, что с теми законодательными актами, почему-то конституционный суд никаких трактовок не дойдет. Но удивляет то, что, понимаете, при этом правительство говорит, у нас беспрецедентный, как сказать, прогресс на Приднецовском направлении. Ну да, вот как-то непонятно. Трогать бы это. Да, да, да. Нет, ну непонятно. Если у нас беспрецедентный прогресс на Приднецовском направлении. Я очень рад, что бизнесмены с двух левых берегов, те, кто контролирует власть на левом и на правом берегу, успешно сотрудничают, торгуют энергией, металлами, и так далее. Это прекрасно, отлично. Ничто так не сближает самое. Но хотелось бы, чтобы это сближало не узкий круг лиц, а все население Молдовы, понимаете, в этих интересах. Но почему население Молдовы, в отличие от этого круга лиц, которые прекрасно себя чувствуют, встречаются, Приднестровцы летают через наш аэропорт, когда надо туда подгоняют наших ветеранов, они там поют румынские песни, когда надо. Когда не надо, нормально, все прекрасно, все хорошо. Почему остальным людям нельзя спокойно переезжать, решать проблему, дружить, хотя вражды между двумя берегами Днестра не было и никуда не будет, понимаете. Вражда была между политическими элитами, так случился Приднестровский конфликт из-за непонимания. Я считаю, что я всегда, никто мне не уперебедит в том, чтобы большую вину, конечно, несет Кишинев, потому что мы должны были понимать, чем живет население Приднестровья, и что его нельзя было бы в 1990-1992 году заставлять делать то, к чему мы даже не были готовы, понимаете. Вспомните, мы приняли закон, мы приняли герб, гимн и флаг в соседней стране, прогласили курс на объединение, потом пришли это все дело с чуть ли не силой навязывать им, и когда они отказались, мы на них начали давить, случилось то, что случилось, тяжело искать сегодня, кто первый выстрелил, но война случилась, погибли люди. После этого мы здесь, в Кишиневе, говорим, все, мы идем курсом на независимую Молдову, проводим, Снегур проводит опрос, да, население вместе с выборами, где люди говорят, мы хотим строить Молдавскую, Молдавию, независимую страну, где будут уважаться все, так сказать, национальности и так далее, и так далее, и все люди будут жить дружно, как это и уже было, да, мы принимаем свой герб, гимн, флаг устанавливаем и так далее, и после этого мы просто не пришли и не сказали вчера, ребят, вы извините, мы погорячились, мы вам хотели навязать не те ценности, которые сами от них отказались, мы этого не сделали, мы до сих пор положим, или вы примите наши ценности, или мы вас там, я не знаю, там с помощью не знаю кого, американцев, так говоря, наивное предположение, да, что вот сейчас в интернете был митинг, когда прошли к посольству США требовать, по-моему, под руководством покойного бывшего лидера Наруна Франда Костина, требовать, так сказать, от них, там, выгнать россиян из Приднестровья, там, все такое прочее, так далее, но это наивное предположение, но не будут они воевать из-за Молдовы, понимаете, мы должны наоборот сделать страну площадкой сотрудничества сверхдержавы, у каждой из них есть свой интерес, и об этом лучше всего сказал президенту, бывший президент Румынии Басеску, который на саммите в Бухаресте спросил, задал прямой вопрос Путину, а почему вы не уходите из Приднестровья, да, почему вы, вот, на что он сказал, а как я могу оттуда уйти, у меня там сотни, больше сотни тысяч, да, или сколько там, даже не помню, это больше 200 тысяч уже граждан России, ну, как я их могу бросить, да, кто что-то будет потом иметь дело в стране, если я бросил своих сограждан в другой стране, и это невозможно не учитывать те интересы, и так далее, да, не можно не учитывать то, что НАТО расширяется, и многие вопросы нельзя не учитывать, мы не можем их не учитывать, мы маленькая страна, мы должны понимать интересы больших игроков на этой территории, если мы этого не будем делать, это ударит прежде всего по нас, а не по ним. Валерий, спасибо за этот разговор, всегда интересно с вами общаться, знаю, в общем-то, и ваш опыт, и как журналист, и как человека, который всегда неравнодушен к тому, что происходит в нашей стране. Да уже столько били, и тут и медведь заговорит. Нет, ну мы с вами очень лояльно поступали всегда, будем с вами дружить дальше, спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был глава представительства информационного агентства ТАССа в Молдове Валерий Демидецкий. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем глава субтитров А.Семкин.